Сегодня поделимся секретными и не секретными местами, где лучше покупать турецкие сладости. В каких магазинах что лучше купить, а что лучше не брать. Расскажем про откровенно дорогие заведения, но с божественными вкусами. И про заведения, которые будут по карману каждому. А сладкое наслаждение гарантированно. Слушай и записывай, чтобы не метаться по городу в поисках лучшего магазина. Ты на канале Turki Space. Я Олеся. Я Владимир. Погнали! Кондитерские. На первом месте стоит Хафис Мустафа 1864. Это не дешевая кондитерская, так как готовят сладости высокого качества с 1864 года. И используют не сахар, а мед. Вообще, если видишь низкую цену на турецкие сладости, то значит готовятся они на основе сахарного сиропа, а не меда. И на вкус такие десерты прям приторные, что аж зубы скрипят. В кондитерской Хафис Мустафа тебе дадут предварительно попробовать любой десерт, на который тыкнешь пальцем. При этом устроят целое представление. Даже если не планируешь покупку, просто хотя бы зайди в кондитерскую. Там всегда очень дружелюбный и юморной персонал. Попробуешь сладости и от души баха хочешь. Основной ассортимент кондитерской представлен различной пахлавой. В этой кондитерской запаковывают выбранные сладости в брендированные картонные упаковки. А если везти с собой, то в металлические также брендированные упаковки. Кладут все это в красивый брендированный картонный пакет с атласными лентами. На подарок там брать сладости это настоящий кайф. Любой принимающий такой подарок оценит. Выглядит все очень презентабельно, как снаружи, так и внутри. И по вкусовым качествам десерты там просто шик. Также в этой кондитерской есть и сухие сладости. Такие как рахат лукум, корзиночки кадаив с орехами, разные интересные конфеты. И тоже все это в брендированных металлических упаковках. В этой кондитерской всегда очень много людей. Бывают прямо настоящие толкучки и длинные очереди. Рядом с кондитерской, в зависимости от того места, куда ты зашел, так как по городу их очень много, стоят столики на улице, где можно попить кофе с выбранным десертом. Но готовься к тому, что эти столики всегда заняты, так как желающих познакомиться с этой кондитерской очень много. Вот сейчас ты на экране видишь их сайт, он также будет в описании. Следующая кондитерская это Хаджи Бекир. Цены выше средних, что-то дороже, что-то дешевле, чем в Хафис Мустафа. У них своя рецептура, большой выбор и тоже есть подарочная упаковка. Помимо пахлавы, там куча разных турецких сладостей. Даже есть миндальное печенье Шекер Паре, тулумба, лакма и очень вкусный рахат лукум. И еще куча всего. А еще там апельсиновый щербет, очень освежающий. Персонал дружелюбный и приветливый, но более сдержанный, что ли, чем в Хафис Мустафа. Представления не будет, но тоже все можно попробовать. Не ходят в шапочку? Кондитерская достойная. Вот ее сайт, также в описании. Следующее заведение, очень интересное заведение под названием Шекер Джиджа Фер Эрол. Цены здесь высокие, но выбор очаровывает. Там очень интересные сладости в таких вкусовых вариациях, которые не найдешь, кроме как у них. И есть даже марципан, который далеко не везде представлен. Из марципана вылеплены разные фигурки и фрукты. Огромный выбор шоколада, какого хочешь. Шоколад очень достойный. Пахлава также представлена. Там очень вкусно готовят салип, бозе и щербет. У них невероятной красоты в упаковке. Есть сайт, где можно прямо сформировать заказ и тебе его привезут. Связь осуществляется через WhatsApp, что очень удобно, когда не владеешь устным языком, а пользуешься онлайн-переводчиком. Сейчас на экране ты видишь их сайт, он будет в описании. Магазин под названием Коска. Очень популярный среди туристов. В этом магазине достойное качество по приемлемым ценам. Большой выбор лукума, мармелада, халвы, есть пешманье, пахлава на развес, кадаив в корзиночках с орехами. Но упаковка стандартная, но вполне приятная. Магазин подойдет тем, кто не хочет сильно тратиться на сладости, но хочется купить турецких десертов на подарки. Софа. Это кондитерская, где можно и поесть разные десерты, такие как пахлава и кунифе, так и попросить на вынос. Запакуют они в жестяные брендированные упаковки. Цены в ней умеренные и вкусовые качества довольно-таки достойные. Вот их сайт. Также можно купить на подарки сладости в обычных пекарнях, которых по городу уйма. Их трудно не заметить, так как на витрине выставлены разные виды хлеба. Так вот там можешь купить шекер-паре, миндальное печенье. Такой пекарня оно будет в два раза дешевле, а по вкусу ничем не будет различаться с дорогой кондитерской. Следующее место, где можно купить сладости домой, это супермаркеты. Как бы странно это ни звучало. Среди множества сетей супермаркетов следует выбирать такие как Мигрос, лучше те, которые с аббревиатурой ММ или 3М. И карефул, лучше большой с надписью Гурме. В таких магазинах можете купить халву в пластиковых упаковках. Будет дешевле, чем в специализированных магазинах с красивыми упаковками. А по вкусу не будет никаких отличий. А также пешманье в них также будет дешевле. Но не покупай там рахат лукум. Он будет тебя манить своей низкой ценой, но вкус тебя сильно разочарует. Будет приторный и сухой. Рынки и базары. Ищи вывески, молотья, позари. Это по сути торговые отделы в виде небольшого базара в помещении. Там разные сладости, таких как рахат лукум, ореховых рулетов, мармелада, пастилы и много другого будет много и дешевле, чем в специализированных магазинах. И там правда вкусно. По хлаву, конечно, там не купить. Где же можно поесть десертов вкусно по приемливой цене? Ищи кафе под названием Мадо. Это целая сеть по всей Турции. Там удивительно вкусные десерты. Большой выбор мороженого, в том числе и дандурмы. Кстати, именно в Мадо дандурма настоящая. И подача десертов, ну, очень интересная. Цены вполне приемлемые. Десерты от 35 лир. Там же можно поесть и супы, и горячие, и салаты. Это для тех, кто уж сильно проголодался. Также следующее заведение, где можно отведать вкусных сладостей, это Сарай Мухалеби Джиси. Вот их сайт. Очень вкусный Тавук Геусу. Можно отведать неплохое Шуре. Остальные десерты тоже на уровне. Цена чуть ниже, чем у Мадо, начинается от 30 лир. Иереме Мухалеби Джиси. Их в городе парочка. Вот один из адресов в районе Шишли. Отличное заведение с приличными ценами. Готовят в этом заведении очень крутой сюртлащ. Тарихи Сарьер Мухалеби Джиси. Вот адрес и сайт. Также отличное кафе, где подают очень вкусные пудинки. В том числе Тавук Геусу. И освежающий в летний зной пудинг Мухалеби. The Pudding Shop. Это старинный ресторан прямо рядом с Айя Сапеей. Ценник там не низкий, но там самый вкусный Ашуре. Можно зайти и насладиться лишь этим десертом. И не тратиться на остальные блюда. Вот здесь вот их сайт. Можешь внимательно изучить. Где не следует покупать сладости? Гранд Базар и Египетский Базар. На этих базарах огромный выбор разных сладостей. И хорошего, и не очень, и ужасного качества. Но зато можно абсолютно все попробовать. Цены на все высокие, так как место туристическое. А теперь лайфхак. На Гранд Базаре или Египетском Базаре можешь напробоваться всяких там лукумов, мармеладов, ореховых рулетов. Отметить себе, какие вкусы понравились. И идти уже в нормальные магазины. У нас по этому вопросу все. Каждое заведение испробовали на себе. Все исследовали методом проб и ошибок. Подписывайся на наш канал, чтобы алгоритмы YouTube рекомендовали видео другим пользователям. Если видео было полезно, ставь палец вверх. В комментариях задавай свои вопросы и оставляй замечания. Для анонимных вопросов используй нашу почту, указанную под видео. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания.